После матча в пресс-конференции главный тренер госпитального клуба «Химик» Виталий Степановский. Владимир, пожалуйста, Ваши краткий комментарий матча. Владимир, пожалуйста, Ваши краткий комментарий матча? В общем, не знаю, что сказать, мы довольны этой победой и хорошей сладкой нас. Группы, как у вас, когда вы играете? Что тебе было? Мне подхожу, что, конечно, команда очень сыгранная. Много лет они вместе играют. И мы очень настраиваемся на эту группу, что знаем, что, особенно дома, они играют очень жестко. Сегодня как бы было непросто. Спасибо. Спасибо. Присоединюсь, безусловно, к словам Вовы, что поздравляю, в первую очередь, болельщиков «Химика» с победой. С победой на выезде, непростой победой. Группетров, как я и говорил в превью матча, это очень сильная команда, которая играет уже, как Вова сказал, я это говорил, много лет вместе, они хорошо друг друга понимают, читают игру. Поздравляю всех с началом чемпионата. Я думаю, что этот победенный чемпионат будет интересный, потому что очень много команд, которые сейчас подтянулись, то есть, скажем, четверки, которая была как бы более-менее посильнее, сейчас подтянулись другие команды. Я думаю, что чемпионат будет очень интересный, проходных матчей практически не будет. То есть, будет напряженная борьба во всех матчах до конца. По сегодняшней игре могу сказать, что я всегда говорю, что только я, многие великие тренеры, которые я посещал, семинары их не говорят, что все начинается с защиты, и только защита может принести какой-то титул и результат. Я думаю, что 50 очков мы пропустили от такой хорошей команды, как Днепропетровск, то это очень хороший результат. Мы не забили. В первую очередь, меня расстраивает не столько трехочковый процент. Мы бросили 21-3 из этих открытых бросков. Я думаю, что если посмотрите, и увидели бы все прекрасно, я думаю, что бросков 8-9 были абсолютно открыты. Я думаю, что если бы мы попали, то, конечно, разница была абсолютно другой. Безусловно, и Днепропетровск бросил с плохим процентом, но я думаю, что мы все-таки заставили эти броски сделать тяжелые и броски через руку. Поэтому очень доволен защитой. По нападению есть, конечно, какие-то нюансы, есть над чем работать. Подобрали 17 подборов нападений, тоже один из ключевых моментов. Единственный момент, конечно, может быть, где-то хотел больше использовать молодых, но мы сами видели по счету, и совсем мог это позволить, и уже не хотелось рисковать. Времени праздновать победу особо нет. Через день мы уже в два часа играем в Запорожье. Запорожье обыграло Одессу, поэтому в Запорожье, всем это напомнят, я знаю, что не очень легко играть. Поэтому времени праздновать нет. Разбираем видео, готовимся и играем в Запорожье. Спасибо. Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Денис Журавлев, капитан команды Станислав Тимофеенко. Станислав, пожалуйста, пару слов о прошедшей игре. Наверное, в первую очередь поздравлю всех с началом чемпионата. Хорошо, что получилось сделать. Ну, что, он объединенный. Мы с прошлого года очень хотели сыграть с Химиком. Вот у нас такая возможность выпала. Готовились. Ну, не знаю, я считаю, два фактора. Первый – это подбор, который мы проиграли. И, конечно, у нас ужасный процент трехочковых. Защита, 66 очков – это хорошо. Но с 50 очками забитыми игру трудно очень выиграть. Нам нужно работать, ну, как бы быть более уверенным в нападении и работать на своем щите, на подборе. Ну, и в воскресенье надо реабилитироваться. Есть вопросы? Спасибо. Дмитрий Павлович, пожалуйста. Хорошая физическая игра. У нас давно не было такого соперника, который бы так с нами играл физически. У которого есть большие игроки, которые постоянно давят нас под щитом, под кольцом в трехсекундной зоне. Это забирает очень много сил у игроков. И, к сожалению, то, что мы упирались сегодня у себя в трехсекундной зоне, нам не дало раскрыться полностью в нападении. Защита, в принципе, на довольно приличном уровне. Я не помню, кому Химик в этом сезоне забивал 66 очков. Но защита у нас забрала очень много сил, и мы потеряли нападение. При том, что, можно сказать, защита не была идеальной. Что случилось с подбором? Почти все дальние снимали игроки соперника. И через раз... Опять же, вернусь к тому, что большие игроки Химика, у которых у нас просто нет таких тел, которые могут их остановить. То есть они, как бульдозер, прутся под кольцо, остановить их некому. Да, мы акцентировали на это внимание, да, мы над этим работали, но мы можем делать это только в пятером. Если у нас хотя бы один игрок не участвует в борьбе за отскок, не отсекает своего игрока, то у нас сразу проблемы. У нас таких игроков было зачастую два-три. Поэтому мы про подбор и проигрывали. Вопрос. Все-таки у нас задняя линия более сильная. Мы сегодня бросали очень... С чем это связано? Вроде же игра у нас не дала. Что в норме тут такой права? Опять я говорю, что защита забрала очень много сил, именно физический свет. Там, где нужно было толкаться, где нужно было защищаться с большими игроками. В нападении, естественно, ноги затекли, руки затекли, потеряли уверенность в бросках. И да, может быть, где-то в три четверти мы свои броски мазали. То, что касается четвертой четверти, мы уже пошли ва-банк и бросали практически с любых ситуаций, для того, чтобы хотя бы что-то отыграть в счете. К сожалению, такого не произошло. В четвертой четверти было очень много бросков, которые не игровые. И, в принципе, если бы была ровная игра, мы бы их не делали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.